Добрый день всем. Спасибо за интерес к докладу. Сразу хочу напомнить о том, что у нас здесь есть QR-код. Вы можете перейти в чат дискуссии, по этому QR-коду оставить, во-первых, свои вопросы для дискуссии во время доклада и после него. И, что самое главное для нашего докладчика, свой фидбэк. Поверьте, ему это очень важно и очень приятно. Теперь давайте познакомимся. Меня зовут Валерия Пузикова. Я представляю компанию Ядро. И сегодня я хотела бы представить вашему вниманию доклад от компании Infotex Алексея Алешкина «Эффективное использование памяти во встраиваемых системах». Алексей, ну прежде чем перейти к твоему докладу, вот ты знаешь, у тебя здесь лежит такой интересный предмет. Кубик Рубика очень красивый. У меня, кстати, дочка прям мечтает такой получить. Расскажи, что это? Да, это кубик Рубика от компании Infotex с мерчом и с множеством технологий на каждой его грани. Этот кубик здесь лежит не просто так, он будет подарен за лучший вопрос после доклада. Очень круто. Но это еще один большой стимул задавать вопросы, потому что кубик Рубика, да, просто прекрасен, мне кажется. Слушай, Алексей, вот расскажи, пожалуйста, ты знаешь, лет 12 назад я писала математическую начинку для таких носимых медицинских устройств, таких как холтеры, там смады для давления. И вот ты знаешь, мне тогда говорили прям очень четко, что у нас здесь никаких плюсов быть не должно, тут у нас памяти прям все тютелька в тютельку, надо все экономить, плюсы нет, только чистый си. И вы, насколько я понимаю, решились для встроенной системы написать на плюсах, да, вот как вы до этого дошли? Да, мы написали проект на плюсах для встроенной системы, и это не встроенная система не того типа, который сейчас модно называть, Raspberry Pi, Discovery и прочее, где можно установить полноценный Linux, ну или Embedded Linux, это система, куда если мы поставим Embedded Linux, там ни для чего больше места не останется. Но C++, он действительно хорош, он позволяет очень эффективно писать код, он позволяет использовать много паттернов, а самое главное, что мы теперь можем использовать сертифицированные библиотеки, которые были разработаны для серверных приложений. Ну надо же. Да, слушайте, то есть доклад ожидается явно очень и очень интересный. Алексей, давай тебе слово, удача. Спасибо. Давайте поддержим Алексея. Добрый день всем. В первую очередь хочу сказать спасибо программному комитету, организаторам и всем участникам. Перед тем, как начать доклад, я хочу еще сказать пару слов о компании Infotex и о себе. Меня зовут Алексей Алешкин, я работаю старшим разработчиком в компании Infotex. Инфотекс разрабатывает и производит высокотехнологичные средства защиты информации и работает в сфере информационной безопасности. Группа компаний занимает ведущие позиции на российском рынке информационной безопасности. Компании, входящие в группу Infotex, вы можете видеть сейчас на экране. И у компании есть даже своя собственная производственная площадка, комплекс для производства оборудования, который находится сейчас в Томске. Это ProQuant. За более чем 30 лет продуктивной работы Infotex стал одним из лидеров с широким ассортиментом продукции. Компания имеет высокие рейтинги и продолжает расти. За последние годы было открыто много офисов в новых городах, значительно расширенная география. На сегодня это 12 офисов по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. И в каждом офисе у нас есть своя отдела разработки. Компания продолжает свое развитие. Флагманская разработка компании – это платформа Випнет, бренд Випнет. С ним вы можете, кстати, еще познакомиться на нашем стенде. На слайде вы видите основные направления работы, и они в основном связаны с интерпрайс-решениями для серверных платформ, десктопные решения, мобильные разработки. Но в свое время появилась необходимость в недорогих устройствах, которые могли бы защищать информацию в полевых условиях. И новым направлением в компании стала имбедд-разработка. Собственно говоря, единственные наши несколько проектов, они остаются единственными в компании в направлении имбедд. И сразу был принят ряд решений, по которым я расскажу в своем докладе. Я расскажу в своем докладе, и эти решения, они несколько разрушают стереотипы о имбедд-разработке, как о таком комплексе, где все заранее известно, где все выделено статически, и пишется на C очень-очень предопределенно. Расскажу вам про некие очевидности, неочевидности, пару лайфхаков, которые могут оказаться полезными. Мы в последнее время начали даже подозревать, что не только в имбедд-разработке, потому что экономия памяти и скорости, мне многие бэкэндщики говорили, что они могут быть полезными. Итак, CS Core основан на платформе Cortex-M4, и мы используем разные микроконтроллеры в его базе, в зависимости от того, что мы можем сейчас применять в данный момент. Поэтому контроллеры разные, у них от 2 до 3 мегабайт памяти, разнородная RAM, в том плане, что у нее очень разные быстродействия даже в рамках одного контроллера. И мы сразу же использовали операционную систему FreerTOS, чтобы поддержать многопоточность, и с целью дальнейшего удобного управления сценариями, потому что сценариев модуль может выполнять одновременно несколько. Помимо пользовательского, еще есть и внутренние. На текущий момент это единственный сертифицированный у регулятора криптографический модуль у нас в России, который есть в продаже. Он предназначен для шифрования и подписи внешнего трафика некоего защищаемого устройства, и на данный момент поддерживает интерфейс обмена USB и UART-SPI. Но у нас в планах еще, как видно, будет поддерживаться PCI-E, и еще мы планируем и 2C в поддержку добавлять. Также он поддерживает защиту от несанкционированного доступа, что является еще одним параллельным процессом, параллельным сценарием. К устройству изначально предъявлялись очень высокие требования. Ключевые – это высокая доступность и одновременно потоковая обработка данных на разных командах. То есть, когда у нас заканчивается одна команда, защищаемое устройство должно быть незамедлительно подать другую, может незамедлительно подать другую, и модуль обязан быть к этому готов, несмотря на то, что защищаемое устройство может быть многократно его быстрее. И при этом нужно обеспечивать стабильность производительности. Это обусловило тоже подходы, что нам необходимо использовать некие high-load архитектуры, чтобы одни соединения были готовы заранее до того, как будут завершены предыдущие. Соответственно, как я уже упоминал, принципы embedded-разработки мы решили не применять и сразу стали работать на C++ с динамической памятью, использовать множество возможностей C++, которые они предоставляют, и это значительно ускорило саму разработку. То есть, то, что пишется на C очень долго, на C++ это берется из коробки. Это также помогло при сопровождении, когда у нас появлялись какие-то новые требования или изменялись старые, у нас получалось менять поведение очень быстро, поскольку изначально разрабатывалось все по архитектурным принципам. А также применение более широкого спектра библиотек помогло нам ускорить разработку. Однако у нас с C++ мы получили все те самые проблемы, которые следуют из-за поменения динамической памяти, из-за больших библиотек, потенциальные потери производительности, которые дает как C++, так и использование динамической памяти, мы, конечно же, получили. И я расскажу, как мы с этим справились. И продолжаем справляться тоже. Итак, в какой-то момент у нас на каком-то релизе исполняемый код перестал вмещаться в нашу коробочку микроконтроллера. И что было в целом добавлено, вы тоже можете прочитать. А самое главное, что весь этот добавляемый код сам по себе не очень большой, он притянул толстые библиотеки. Заранее мы не могли знать, что код из этих библиотек точно возьмет и какого объема это будет. Поэтому мы быстро пишем код, после чего берем и ищем альтернативы тем тяжелым функциям, которые были применены. Сейчас я расскажу про то, как мы это делали, а также небольшой лайфхак, который были вынуждены применить после принятия решений по библиотекам. Итак, у нас все сюда не влезает. Соответственно, мы берем объектные файлы, берем из них все имена по размерам, которых очень много, очень много, и считаем. Оказывается, что за 90% добавления кода ответственно было всего три библиотеки стрим, fmt и локали. Что делать? Мы их убираем, дописываем, если что-то надо, оттуда нам для использования уже сами. То есть по более классическому подходу для embedded. Также мы, конечно же, были вынуждены отказаться от тяжелых библиотек, хотя поначалу пробовали что-то из них брать. Boost приводил к взрывному увеличению порождаемых типов. стрим сам по себе очень толстый оказался, не ожидали такого размера. И также многие библиотеки, точнее, многие типы из STL мы заменили на типы из ETlib. Вот мы использовали библиотеку ETlib, но есть еще хорошая библиотека ETL, Embedded Template Library. Она для этого применения тоже очень хороша. Так что можно выбирать. И все это привело вместе к уменьшению бинарного файла у нас более чем на 400 килобайт. Это 20% от нашей флешки минимально доступного контроллера. Если быть более точным, 430 тысяч 732 байта мы освободили. Кот отлично влез. И кажется, можно на этом остановиться. Но дело в том, что мы, о чем я расскажу позже, по ряду причин использовали множество типов, которые выделяются на стыке. Статик векторы, рей, и прочее. Что же делать? Их очень много. Они все инстанцируются со своим размером. И получается, хочу добавить, что кроме стандартных типов у нас были еще обертки над ними и кастомные типы, которые имели свой размер. Что же с этим делать? Вот здесь приведен очень-очень простой пример фабрики, которая конструирует тип по его максимальному размеру. В самой нижней строчке вы можете видеть его использование. Допустим, нам где-то нужно взять std-array с размером 3, 4 и 5. Но это породит сразу три типа. А если это кастомные типы, то увеличит код сильно. Вместо этого мы делаем фабрику, которая будет работать только на этапе компиляции. И в итоге переменные v1, v2 и v3 станут std-array с размером 5. Но не три и не четыре. Этот простейший пример показывает, что такое можно делать и с более толстыми типами. И в результате, учитывая, что у нас таких типов было немало, мы только потом уже узнали, что, оказывается, порождалось у нас даже то, что мы и не подозревали. Выиграли еще 80 килобайт в итоге. Теперь хочу поговорить немножечко про динамическую память. Поскольку мы использовали сертифицированные библиотеки, криптобиблиотеки, которые разрабатывались у нас же в компании для серверных приложений, то, на самом деле, уже только по этой причине не имело смысла отказываться от C++, потому что этот язык там использовался. Но вот через какое-то время у нас началась проблема с нехваткой памяти. Баталог вылетал через несколько дней, что на таком объеме АЗУ в целом не может говорить о том, что это утечка, потому что когда у нас появлялись утечки, они на нагрузочную тестировали, вылетали в часы буквально, в два, в три. Вот. Что же происходило? Ну да, тут еще небольшой мемчик всем известный, наверное, про то, что имбид-разработчики боятся динамической памяти, мы больше не боимся. Сейчас расскажу, почему. Расскажу, значит, в следующем порядке. Сбор данных, анализ. И да, мы столкнулись с фрагментацией памяти. Дело в том, что это старая проблема, которая сейчас очень сильно нивелирована на мощных платформах из-за ММУ и других технологий, а мы с ней столкнулись в полной мере. Итак, сначала была проведена сборка данных о том, как же у нас используется хип. Есть такая функция мал-инфа, и структура мал-инфа опять же многим известная. В ней есть два очень важных поля effort-blocks и keep-cost. Так вот, effort-blocks показывает нам всю-всю-всю память, которая свободна, а keep-cost только то, что на вершине. В самом верхнем ряду можно увидеть, когда keep-cost это память, которая у нас свободна в самом конце непрерывно, меньше effort-blocks, значит, у нас появилась фрагментация. и эта фрагментация со временем становится такой, что как только начинает выделяться более-менее большой кусок памяти, его просто негде выделить. При этом, когда мы выполняем какой-то сценарий, где нет оптимизации по использованию памяти, кэширование в куче, отложенная обработка, другие варианты оптимизаций, то все работает хорошо. Фрагментация появляется именно при таких оптимизациях, и это в итоге очень видно на диаграмме, так, вот на этой диаграмме, где написано, что код, где текущий сценарий выделил часть памяти, и ее не освободил, но это не утечка, потому что на следующем сценарии он будет освобожден, а потом выделится где-то в другом месте. Таким образом, мы нашли фрагментацию и не думали, что она будет настолько опасной, и не знали, что с этим делать. Дальше мы стали память анализировать следующим способом. С помощью функции GCC, фичи GCC в RAP перехватили управление функциями управления памяти, тут написано malloc и free, но там и realloc тоже был, и calloc, и использовали также фичи GCC инструмент functions. Она позволяет перехватывать вызовы в модулях, которые были с ней скомпилированы, и соответственно вызывать какие-то специальные функции, некие специальные функции на входе этой функции и на выходе из нее. Таким образом получилось перехватить функцию, отметить в нее вход, узнать какой объем памяти в какой точке кучи был выделен и что мы из этой функции вышли. Однако внезапно объем, который генерился с помощью этого метода стал превышать все разумные пределы, то есть при среднем сценарии выходило около 10 мегабайт файла с сырыми данными о том, что было вызвано и что было выделено. Поэтому использовали semi-hosting файл систем. Это очень интересная фича, которая позволяет с помощью OpenACD, интерфейса JTAG, OpenACD и GDB сбрасывать данные, то есть один из возможностей применения сбрасывает данные на файловую систему хостовую. При этом выполнение, конечно же, получается очень долгим, сценарии идут долго, но мы получаем полную картину кучи, которую потом можно проанализировать с помощью инструментария, я анализировал это на питоне, например, и зная адреса этих функций, выделяемый размер, мы легко сопоставляем вызовы с выделениями и смотрим, кто у нас портит память, точнее, не портит, фрагментирует, но для нас это все равно, что портит. Так вот, конечно же, сама по себе фрагментация не страшна, если у нас есть достаточно большой объем, чтобы дождаться, пока маленькие фрагменты склеятся в большие, но в итоге мы нашли сценарии, на которых у нас выделялось много-много небольших объектов, которые били память на тысячи маленьких фрагментов. Вот тут результаты анализа, и каждый столбик гистограммы показывает, какой объем памяти был выделен на сценарии на каждом 10-килобайтовом участке. На самом динамично изменяющемся размере кучи от 110 до 190 килобайт происходило вот столько выделений. Допустим, от 110 до 120 примерно 23 тысячи байт было выделено в процессе работы сценария. И в случае работы, когда мы выключили все оптимизации по памяти, выглядело все примерно вот так. То есть везде выделялось много, к концу поменьше. Однако, если сценарий работал с каким-то предварительным кэшированием, то были большие проседания, и как раз это места, где фрагментации было больше всего. Вторая проблема это проблема с производительностью, и она оказалась связана тоже с фрагментацией. Речь идет о реализации стандартного локатора, который у нас был в NewLib. Я точно не знаю, как он реализован в других библиотеках с C++, но вот в данном случае все фрагменты, которые освобождены, объединяются в связанный список, и в итоге, когда у нас становятся тысячи маленьких фрагментов, а нам надо выделить что-то побольше, он сначала пробегает весь связанный список, а только потом что-то выделяет в кипкости. Конечно же, это было очень неприятно. Итак, все эти исследования были сообщены архитектуру проекта, он очень удивился, и мы стали решать, что же с этим делать. В первую очередь, самым главным веномником оказался вектор. Первую практику, которую мы ввели, это мы перестали пользоваться непосредственно пушбеком сразу, в сложных сценариях стали считать память, сначала требуемую для выполнения этого сценария, даже если это требовало прогона данных по какому-то алгоритму без помещения расчетных данных в выходной буфер. И выделяли память резервом ровно столько, сколько нужно. Раньше мы использовали shrink-to-fit, чтобы памяти свободной было побольше. Это оказалось ошибочным поведением, потому что это плодило фрагменты с огромной скоростью. И там, где можно, мы перешли на static-vector и static-array. И также последний вариант, он, правда, немножко спорный, но у нас сработал. Замена векторов на std-deck, но в нем есть дополнительная метаинформация, и не везде это работало хорошо. Но местами, там, где мы не знали заранее точно, сколько данных и не могли определить, это тоже уменьшило фрагментацию. Итак, вторые по вредности, скажем так, фрагментации оказались мэпы обоих типов. Сетов у нас не было, кстати. И поэтому мы поменяли их на flatmap, а это оказалось очень удобно, несмотря на то, что кое-где пришлось увеличить стеки потоков. Это мало того, что очень сильно уменьшило сам объем исполняемого файла, это еще и ускорило значительную работу. А там, где пары были совсем маленькие, мы сделали просто array с обычным поиском. Итак, это я рассказал про динамическую память, как мы боролись с фрагментацией на стадии самой разработки. Но задались вопросом, а нельзя ли каким-то образом эту фрагментацию локализовать в одном месте, так, чтобы оно не мешало работе сценариев. И придумали, что можно немножечко вернуться к практике embedded, к статическому распределению, но на этот раз не объектов непосредственно, не буферов, а самих куч. То есть мы сначала перебрали множество локаторов. Это наиболее очередное решение о том, что можно попробовать какие-то локаторы другие, но у всех есть два недостатка. Первый. Либо много метаинформации, например, как у слаба локатора, либо много заранее предвыделенных буферов памяти, а мы не знаем, будут они использованы или нет. Вот. Вместо этого мы сделали и вот это у нас пока еще не в проде, мы с этим экспериментируем, мы сейчас делаем фактически, а локатор, который поддерживает множество контекстов, и получается такая куча-куч. контексты контексты переключать, например, для какого-то сценария. Предположим, у нас есть библиотека, в ней есть API, которое мы вызываем через обертку, и при каждом вызове этой обертки мы подключаем нужный контекст. Переключение контекста назад я здесь не поставил, вот в самой нижней строчке можно видеть set.alog.ctx мы контекст устанавливаем, его надо выключать, я из-за размера его сюда не добавил, чтобы основная идея была понятна, а на старте мы эти контексты конечно же создаем. Это видно в конструкторе init.alog.ctx Но это концепция, это очень неудобно реализовывать в продуктовом коде, потому что надо писать большое количество оберток, большое количество функций и более того, если сценарий вызывается какой-то функцией, которая находится внутри какой-то библиотеки, код, который нам недоступен непосредственно, то мы это сделать не можем. Поэтому второй вариант, который здесь написан, или с помощью врэп, мы можем нужную нам функцию обернуть, в функцию обертку, в ней аллокатор подключить, нужный, точнее не аллокатор, нужный контекст аллокатора подключить и вызвать, и все будет работать дальше. Но у этого способа есть другой недостаток. Дело в том, что мы не сможем переключить контекст назад, когда мы из этого сценария выйдем. То есть все эти методы, они ситуационны. Где-то лучше сделать так, где-то по-другому. Хочется сделать что-то универсальное. Вариант два. Представим, что у нас есть либо библиотеки, либо какой-то набор функций, которые после линковки получили конкретные адреса. мы можем их из l-файла взять, создать таблицу этих адресов сценариев и каждому сценарию подлинковать свой собственный контекст заранее предвиделенный, то есть статически предвиделенной кучи. В результате все получается немножечко по-другому, но зато универсально. В момент инициализации мы берем контексты и подключаем создаем их в памяти подключенными к таблице, которая была заранее записана в исполняемый файл. После чего используем инструментальную функцию GCC, которая позволяет перехватывать вызовы для нужного объектника, который вызывает нужный нам сценарий. Вот эта функция SIG Profile Funk Enter как раз и позволяет нам войти в поиск по диапазону контекстов. Мы определяем, что адрес этой функции находится в каком-то диапазоне и подключаем нужный контекст кучи. В момент выхода, когда вызывается функция, которая здесь написана ProfileFunk Exit, мы возвращаем контекст, который был задан перед этим. У этого метода тоже есть недостаток. Это просадка производительности, потому что когда у нас собран некий объектник, все вызовы там начинают проходить через функцию SIG ProfileFunk Enter и поиск FindEv вызывается для всех. Он, конечно, очень небольшой, потому что сколько куч можно сделать по сценариям? Немного, но зато тоже просаживают производительные, к сожалению. Вот, выводы, которые из всего этого можно сделать. Да, и на текущий момент мы все еще экспериментируем, хотим придумать какое-то решение, которое позволит и распределить фрагментацию, и производительность минимально просаживать. Вот, пока что идем таким путем. Вот, выводы, которые хочется сделать, это то, что SIG Plus Plus на самом деле для имбедд-разработки даже на маленьких контроллерах он совсем не страшен, он имеет пути оптимизации, улучшения, а самое главное, он ускоряет разработку буквально в разы, что мы на собственном опыте и осознали. Пожалуйста, задавайте вопросы. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое Алексею за доклад, он был очень интересный. Давайте, задавайте вопросы. Друзья, напоминаю, что Алексей разыгрывает кубик Рубика. А, да, пожалуйста. Сейчас одну секунду, он принесет микрофон. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос возник. Не пробовали ли смотреть, как по вашим сценариям распределяется размеры объектов, в том числе по времени жизни, и на основе этой, например, наиболее частые диапазоны, близкие по размеру, выделить отдельный аллокатор, который бы задавал фиксированного размера блоки, именно под объекты данного типа. например, это через Placement New можно сделать реализацию, и, соответственно, там дефрагментации большого значения иметь не будет в таком случае, потому что всегда можете последний освобожденный блок переиспользовать. А по времени жизни можно, например, объект обернуть потомкам, который говорит, что данный объект, он будет, собственно говоря, у меня короткий по времени жизни, поэтому его можно в отдельной памяти создать, где он быстренько освободился. Мы пробовали примерно такой подход, но поскольку этот подход, он немного даже похож на слэплокатор, он все равно требует либо типизации, либо предварительного анализа использования типов. А типов очень много, потому что мы работаем с криптографией, и у нас есть много различных объектов, которые состоят, в свою очередь, из большого количества объектов. То есть там на средней операции качество выделения только самого маленького вида объектов может достигать тысяч. И все это проанализировать было бы довольно трудоемко, что мы их, то есть какие типы, где мы хотим выделять. Поэтому мы пошли более обобщенным путем по сценариям. Вот этот сценарий отвечает за кэш, значит его мы будем выделять в одном регионе кучи. И таким образом получилось все более легковесно. Аллокатор другого типа, он тоже занимает код, а у нас на объем кода большой дефицит, как вы видели. Даже 80 килобайт освобожденные за счет использования типов оказались очень важными. Я ответил на вопрос или что-то не понял. Я думаю, да, спасибо. Так, еще вопрос рядом. Здравствуйте, спасибо за доклад. Хотел спросить, какие-то есть у вас тесты автоматические, которые бы гарантировали, что сейчас вы наоптимизировали, а в будущем у вас эта оптимизация не развалится, когда будет новый код, новый функционал? Да, во-первых, наш код на данный момент на 96% покрыт юнит-тестами, во-вторых, у нас построен полный цикл Continuous Integration и ведется непрерывное и регрессионное и нагрузочное тестирование. То есть каждый новый релиз, он проходит сначала все циклы тестирования до его выпуска и потом продолжает тестирование по мере исправления найденных ошибок, даже самых мелких. Интересно, даже регрессионное тестирование оно как-то как всю систему в целом тестирует или есть какие-то тесты на конкретные модули, да? Чтобы можно было, допустим, вы определили, что вот этот сценарий у вас там он подвержен фрагментации, и вы по нему выделили отдельную кучу, да, и вы хотите написать такой тест, я бы хотел написать такой тест, который бы тестировал, что в дальнейшем этот модуль не выходит из какого-то зона. Регрессионное тестирование у нас тестирует полный сценарий, включая систему распределения, то есть центральную систему распределения ключей CSMC, то есть охватывает весь комплекс в целом, и только когда там появляются проблемы, а это видно сразу же по результатам теста. Мы включаем более расширенное тестирование, более широкий уровень с профилированием кучи. Спасибо. Так, вот у нас еще один вопрос вот с этой стороны. А, ну хорошо. Здравствуйте, у меня два коротких вопроса, наверное. Первый вопрос, а вы во время оптимизации библиотек не пробовали натравить, например, линк тайм оптимайзер, чтобы он просто выкинул весь ненужный код, и посмотреть, подошло ли вам или нет этот результат. Ну и второй вопрос, а вы пробовали поиграть с PMR-ом новым, плюсовым, потому что такое чувство, что на каждый хип можно собственный ресурс в принципе составить, и потом подвязать к ресурсам аллокаторы. Вот второй вопрос, я не очень понял на данный момент, а с первым вопросом повторите его, пожалуйста. Не пробовали вы подключить, ну, натравидной библиотеке линк тайм LTO, знаете, LTO, потому что у нас весь код должен быть предоставлен регулятору, и мы собираем каждую функцию в отдельном LTO, и подключается только то, что требуется в отдельной LTO-секции. То есть из-за того, что у вас имеется вот такая особенность, криптография, сертификация, вот это все прочее, вы не можете просто выкидывать? Да, мы не можем просто брать и выкидывать, поскольку библиотека собрана, но поскольку функции собираются каждая в отдельной LTO-секции, то в итоге в бинарник попадает только то, что используется гарантированно. Именно поэтому мы не можем взять и померить размер библиотеки и сказать, что вот она вся попадает. Нет, попадает только то, что требуется. Ну, и про второй вопрос можно уточнить. Хип представить как ресурсы А вы с ПМР работали вообще? Нет. Ну, там добавили штатные средства для пул-аллокаторов, полиморфика аллокаторов и на каких пулах, собственно, он должен работать. Ну, можете посмотреть, когда время будет. В теории каждый хип это как бы каждый свой отдельный пул, к которому можно подключить аллокаторы. Вот как-то так можно решать. Да, теперь я понял ваш вопрос. Дело в том, что полиморфик аллокатор, он в каком стандарте был? Не напомните? В 20-м, да? В 20-м или 17-м? По-моему, в 20-м, потом в 17-м, да? Дело в том, что у нас в основном код легости, он был написан на 11-м, 14-м, на 17-м мы стали писать только последние годы. это первое. Второе, сертифицированные библиотеки, которые мы не имеем права изменять, они работают с кучей напрямую. И мы, то есть, самым идеальным решением, конечно же, было бы это для каждой библиотеки вообще свой аллокатор написать. Мы этого не можем себе позволить. Тяжелые будни разработчиков криптографических модулей, да? Да, вот у нас еще один вопрос появился. Все хотят кубик-рубик, Алексей, все. Да, у меня один такой простой вопрос. А вы сильно вообще привязаны к этому аппаратному модулю? Есть ли у вас какая-то программная реализация этого устройства и планируется ли она? Потому что аппаратные вещи очень быстро устаревают. Как вы на этот вопрос смотрите? Да, спасибо, интересный вопрос. С одной стороны, у нас это разработка кроссплатформенная и этот модуль, который запускается на Cortex, он также может собираться под Linux и на нем запускаться. Но для серверного решения у нас есть другой продукт, он называется CSUnit и позволяет поддерживать намного большую нагрузку, потому что там нету таких вот оптимизаций, которые мы были вынуждены применить в микроконтроллере. Так, есть ли у нас еще вопросы в зале? Вижу, да. Третий ряд. Такой вопрос. Как вы контекст передаете в аллокатор внутри других функций, которые вы не можете модифицировать? Это thread local storage или что-то еще такое? То есть как аллокатор внутри узнает, что ему надо использовать именно ту или иную реализацию? Аллокатор внутри чего? Ну, вы обращаетесь к куче, вы хотите выделить память. Да. Вы память выделяете каким-то аллокатором, который вы в контексте поменяли. Который меняет контекст. Да. А как он узнает, что нужно использовать тот или иной контекст? Ну, вы же код модифицировать не можете? Да. Мы заранее предопределили статически, как я уже говорил, такую кучу-куч, то есть набор регионов в куче, который привязан к конкретным сценариям. И если это сценарий, который отвечает за кэширование каких-то данных, он будет устраивать фрагментацию в одной части. Вот. А как этот сценарий узнает, каким именно кучей пользоваться? Три способа, которые я описал в конце. Либо это чисто программный способ, который довольно трудоемок в разработке, либо это в раппинг, либо это вариант с перехватом вызова функции через инструментальные фичи GCC на текущий момент. И у вас таких сценариев, что память выделяется в одном сценарии, освобождается в другом, вы не рассматриваете. Ну, то есть, условно говоря, функция выделила объект в одном контексте, а он использовался где-то в другом. Использовался, он использовался в другом сценарии. Потом, когда пришло у нас освобождение памяти, мы можем определить, на какой адрес нам пришло освобождение памяти и подключить для освобождения этот контекст. Все, понял, спасибо. Так, есть ли еще вопросы? Да, вот на третьем ряду у молодого человека есть вопрос. Пока к нему идет микрофон, можно небольшой вопрос из чата-трансляции, не пробовали для управления памяти C++17 для контейнеров memory, ресурс, библиотеку использовать? Опять же, это вопрос про C++17, который нам не везде доступен. да. Здравствуйте, я хотел бы уточнить, вот у вас высказали покрытие 96%, это на микроконтролле вы тесты запускаете или на линуксе? Юнит-тестирование у нас на линуксе. Окей, и второй вопрос, у гугла есть библиотека для разработки PigWid. Не изучали ли там вот есть и флэтмапы, и много чего полезного? Именно у гугла библиотека для имбедд-разработки. Да, PigWid, она похожа на апсейл, но больше именно на имбедд. Нет, я про нее не слышал. Если вы мне ее куда-то напишите, было бы интересно ее посмотреть. Хорошо. Вот мы в основном смотрели на ITL до этого чоба, она очень легковесная, интересная, но там мало функционала. И ITL, где функционала очень много, но она чуть-чуть потяжелее. Мы с BeroDevice, вот как раз тоже у нас имбедд, C++, мы на PigWid очень интересно, спасибо. Братья, просто по несчастью, есть ли еще вопросы? Да, у нас, ага. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Как определяется объем этой статической кучи, необходимой для конкретного сценария? Он определяется профилированием кучи, которую мы запускаем на релизе. Вот то, что я рассказывал про то, как мы перехватываем вызовы и считаем, сколько памяти на каком сценарии выделяют какая функция? Хорошо, тогда получается, что перед вызовом сценария известно, какая ему потребуется куча. И почему не было решением использовать такой модифицированный в раппинг, то есть какой-нибудь объект, который, например, вот уже упомянутый threadlocal storage. Да, там, безусловно, есть threadlocal storage, но у нас же речь не идет не о тредах, а об отдельных сценариях. Да, и перед вызовом сценария можно создать некий объект, который возьмет текущий контекст, сохранит его себе на стэк, а в threadlocal storage положат требуемый для вызываемого сценария. Так, об этом речи идет, просто я для простоты кода в сохранении предыдущего контекста не писал никуда, потому что это сделает более тяжелым для понимания. А так, по сути, так и есть. Если у нас есть какая-то функция внутри библиотеки, которая уже собрана, и мы не имеем права менять ее код, мы можем в раппингом таким образом подключать контекст. Это второй способ был. То есть второй способ подразумевал в раппинг, что контекст сохраняется вот куда-то таким образом. Да, да. Контекст можно сохранять, контекст можно заранее инициализировать как угодно. Это детали реализации уже. Спасибо. Так, еще оставался один вопрос, вот даже два вопроса. Хорошо. Во-первых, спасибо большое за доклад, спасибо большое за C++ в МВТ-разработке. А вопрос такой не совсем про C++, а скорее про сам процесс. Если есть сертифицированные библиотеки, которые вы не можете менять, потому что они сертифицированы, значит, вам приходится писать свои. Вопрос номер раз, сколько это по времени пройти сертификацию для своего кода? Вопрос номер два связанный, насколько вы больны выбирать инструменты разработки, импелятор, линковщик, и сколько стоит по времени его сменить? Вопросы хорошие тоже, во-первых, сертификация библиотеки у регулятора перед тем, как пойти на сертификацию, она проходит испытательную лабораторию, и в сумме процесс сертификации может занимать год и больше. Поэтому менять библиотеку очень дорого. Что касается выбора инструментов, то в целом мы вольны менять их по своему выбору, но требуется утверждение у архитектурного комитета в случае, если эти зависимости будут использоваться в компании многими проектами. И я правильно понимаю, что для каждой новой версии своего ПО вы проходите процесс сертификации с нуля? Нет, не для каждой. У нас есть релизы, которые не предназначены для сертификации, внутренние релизы, есть релизы, предназначены для сертификации. Я сейчас могу ошибаться, но только три релиза у нас сейчас сертификацию прошли, кажется, три. То есть каждый публичный релиз? Да, каждый публичный. Да, коллеги, извините, у нас заканчивается время в зале, давайте все оставшиеся вопросы мы перенесем уже в дискуссионную зону и в дискуссионке мы разыграем кубик Рубика.